Альметьевск, 6 часов утра. Именно в это время началась спецоперация ФСБ по задержанию подозреваемых. По оперативной информации, встречи членов Хизбут-Тахрир проходили именно в этом доме. Организация несколько лет назад была признана в России террористической, поэтому спецназ решает брать дом штурмом. Всего обыски прошли по 8 различным адресам. Где-то, чтобы попасть внутрь, пришлось вскрывать входные двери болгаркой. Сопротивление подозреваемой не оказали. В результате были задержаны 8 человек, а также изъята различная исламистская литература. Кстати, столь жесткие действия спецназа вызвали недовольство у родственников подозреваемых, ведь все происходило прямо на их глазах. Не стучались, не предупреждали, сломали дверь сварочным аппаратом, напугали меня, годовалого нашего ребенка, в 6 утра вломились к нам. Для избрания меры пресечения подозреваемых сегодня доставили из Альметьевска в Казань. В зал суда их вводили по одному, в наручниках и в сопровождении сотрудников ФСБ. Всех участников следствия просило заключить под стражу, объясняя это тем, что находясь на свободе, они могут представлять опасность для общества. Он скроется от предварительного следствия и суда, окажет давление на других участников уголовного судопроизводства, продолжит заниматься преступной деятельностью, в том числе предупредит об уголовном преследовании иных лиц, причастных к совершению данного преступления, которое в настоящее время не установлено. С такой формулировкой оказались не согласны ни сами подозреваемые, ни их родственники, которые пришли в зал суда поддержать родных людей. Какое давление, может быть, я не понимаю, что это уничтожать вообще? Сколько я узнал, никогда каких-то высказываний таких, или даже действий каких-то, или в каких-то там, ну, или сектах, или что, я никогда не видел, не замечал, но слышал. Тем не менее, тяжесть обвинения, а это участие в террористической организации, запрещенной на территории России, перевесила все прочие доводы. В результате всех задержанных отправили под стражу. Пока до 12 декабря. Отметим, что это не первый процесс над предполагаемыми участниками Хизбут-Тахрира Алислами в Татарстане. Аналогичное дело проходит и в Казанском гарнизонном суде. Все участники подозреваются в причастности к организованной террористической группе. Максимальное наказание, которое грозит по данной статье, 20 лет лишения свободы. Андрей Шульга, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.